Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Сочи выбрали лучшего воспитателя детского сада. Сочи выбрали лучшего воспитателя детского сада. В других районах края Туапсинском и Мостовском. Губернатор отметил, что сегодня необходимо мобилизовать все силы и ресурсы, чтобы не допустить распространения пожаров в южных муниципалитетах. Должна быть системная работа, которая сразу после качания нашего сегодняшнего совещания должна начаться. Я думаю, мы в состоянии просто поставить кордоны на подступах к лесным массивам сегодня уже, можно говорить, во всех муниципальных образованиях края. Силами казачества, народных добровольных дружин, в том числе и профессиональных сотрудников, если необходимо, в том числе органов внутренних дел. То есть вы продумаете алгоритм, еще раз подчеркиваю, но мы должны поставить заградительные барьеры на всех дорогах, которые ведут к лесным массивам. На всех. Чтобы контролировать, кто-то заезжает и кто туда выезжает. И с какой целью до конца дня подготовьте постановление губернатора о введении чрезвычайного класса пожароопасности на территории всего края. Перед началом заседания глава Кубани вместе с прокурором края посмотрели с воздуха, как на данный момент обстоят дела с возгораниями. Напомню, с 4 ноября в регионе было зафиксировано свыше 30 лесных пожаров. Зеленые зоны в пешей доступности. Школы и детские сады в новых микрорайонах. Развитие общественного транспорта в Краснодаре представили предварительный проект нового генерального плана. Такой важный для краевой столицы документ обсудили на заседании общественного градостроительного совета при губернаторе. Перед этим Вениамин Кондратьев посетил несколько новых микрорайонов. За строительством школы на улице Марины Цветаевой местные жители ежедневно наблюдают прямо из окон своих домов. Такой народный контроль только подгоняет работников на площадке. Затягивать со сдачей социального объекта никак нельзя. По прогнозам экспертов, в районе западного обхода Краснодара в скором времени будут проживать около 50 тысяч человек. А значит, детские сады и школы – то, что необходимо в первую очередь. Тут много строится домов рядом, а ближайшая школа в 12 минутах ходьбы. И очень неудобно, тем более она уже заполнена. Очень хочется, конечно, чтобы школа открылась, потому что мы, у меня трое детей, мы учимся в 99-й. И первые классы там, по-моему, в этом году 8 первых классов. Двери в новой школе планируют открыть в сентябре следующего года. Как идет стройка, приехали проконтролировать губернатор Кубани и мэр Краснодара. На 97% закончен каркас здания, наполовину сделана кровля. Уже приступили к прокладке внутренних инженерных систем. Школа состоит из двух блоков – для начальных и старших классов. За парты здесь сядут 1100 учеников. Мэр Евгений Первышев рассказывает Вениамину Кондратьеву, что при строительстве любого нового микрорайона теперь обязательно закладывают социальную инфраструктуру. Только в районе западного обхода появятся три школы и пять детских садов. Одно из условий, которое было поставлено непосредственно при реализации проекта, в первую очередь передача в муниципальную собственность всех земельных участков. Вот они сегодня все 100% оформлены. Все зеленые участки зарезервированы. По трем, как я сказал, на одном идет строительство, по двум идет уже проектирование. Ильич, вот действуйте таким способом. Для меня это принципиально важно, чтобы не только этот микрорайон, все микрорайоны Краснодара и наших вообще больших городов, в данном случае Краснодара, были также обеспечены и школами, и детскими садами. А мы сегодня порой то, что должны были делать еще, конечно, вчера, выдаем как за результаты сегодняшней нашей работы. Я здесь вот хочу вас полностью поддержать. Вот при такой застройке, школы, детские сады, парковки, поликлиника, зеленые зоны, которые я вижу, вот такие микрорайоны должны быть в целом в нашем Краснодаре. Других уже быть не может по определению, потому что мы с вами эту позицию держим, я надеюсь. Так точно. И полностью обеспечение всей инженерной инфраструктуры. Ни за какие деньги, сейчас подчеркиваю, ни за какие, мы нашу позицию не поменяем. Новые школы, детские сады и поликлиники должны стать неотъемлемой частью комфортной жизни краснодарцев. Это учитывалось и при разработке нового генерального плана Кубанской столицы. Район западного обхода загружен не только высотками. Плотный трафик на дорогах, который необходимо расширять. В планах Министерства транспорта Краснодарского края предусмотрено по ширению. То есть сделан проект планировки межевания. Но проект достаточно большой, амбициозный и пока дорогостоящий для реализации. Западный обход на сегодняшний день, дорога загружена. Здесь очень много автомобилей, которые въезжают, в том числе и в центральную часть города. Мы сегодня с вами абсолютно правильно говорите, мы должны видеть проблему и находить решение. И вот сегодня ваш подход мне абсолютно импонирует, потому что мы не можем остановить жизнь. И то, что сегодня происходит в городе, конечно, это все элемент жизни. Но отчасти это не с координированной властью, не направленный в то русло комфорта, которое должно быть. Поэтому абсолютно верно ваше решение, о котором вы сейчас говорите, что здесь необходимо эту проблему купировать, потому что неудобно для горожан. Еще один обязательный элемент комфортной жизни в городе – зеленые зоны. Где они будут располагаться, укажут в новом генплане Краснодара. Одну из таких рекреационных площадок уже обустраивают по инициативе местных жителей. В сквере Кленовом общественники самостоятельно наводят порядок и высаживают деревья. Городские власти хотят сделать здесь еще спортивную площадку и офис врача общей практики. Чтобы эти предложения не остались лишь словами, губернатор просит закрепить изменения в новой градостроительной конституции города. Надо думать о том, что будет через 10-15 лет. Поэтому давайте сделаем все, чтобы завтра здесь было тоже комфортно. Сегодня мы сделаем комфортно. И сквер будет, и спортивное ядро будет. Я больше переживаю, что будет через 15 лет. Я боюсь, что останется единственным на огромный-окромный массив застройки. Вот тот же самый сквер останется одним. И вот это спортивное ядро – одно. Поэтому сегодня нам нужен умный генплан. Чтобы завтра мы не имели проблем ни с детскими садами, ни с школами, ни с поликлиниками, ни с парками. Вот такой должен быть генплан. Работа над новым генеральным планом Краснодара вышла на финишную прямую. Проект функционального зонирования напоминает лоскутное одеяло. Город разбит на разноцветные участки. Бордовый, бежевый, красный – у каждого свое назначение. Видно, что в краевой столице много частных жилых домов. Они обозначены желтым. А вот зеленый – это зоны рекреации и парки со скверами. Именно таких светлых пятен с точки зрения городского обустройства в краевой столице должно быть как можно больше. Развитие экологического зеленого каркаса стоит первым пунктом во всех генеральных планах крупных городов. Максимально мы постарались те территории, которые не застроены, прибрежные территории и вдоль водохранилища, и вдоль реки Кубань, иметь зеленые насаждения. Если они вне границ, то территории рекреации. Одна из идей разработчиков нового генплана Краснодара – парки и скверы в пешей доступности для каждого микрорайона города. В целом все направлено на то, чтобы жить в мегаполисе было комфортно. Это в том числе касается и расположения промышленных зон. Крупные производственные площадки должны размещаться в специально предусмотренных для этого кластерах. Причем планировать их нужно с тем учетом, как город будет развиваться в перспективе. Ведь то, что было окраиной через несколько лет, может превратиться в центр. Я считаю, что промышленные зоны должны быть вынесены далеко за пределы Краснодара. Потому что Краснодар развивается очень быстро, и даже если мы вынесем их за 30 километров, город к ним подойдет в течение 10-15 лет. Зоны, которые сегодня промышленные, я понимаю, что должны работать, но город есть город. Уральская, я помню, первая улица, которую я встречала, она была окраиной, где была промышленность, а не промышленность, а как бы наши базы все сосредоточены. Вот до нас же так проектировали Краснодар. То есть вот по окраине вчерашнего Краснодара и располагали промышленные составляющие города. Но сегодня нам никто не мешает сохранить тот же принцип планировки промышленность, вывести только уже за пределы сегодняшнего Краснодара, и далеко за пределы, чтобы мы все-таки могли развивать город, исходя из того, что он должен все-таки быть городом для жизни, а потом, естественно, для работы. Специалисты НИИ перспективного градостроительства и Санкт-Петербурга проанализировали более 100 проектов планировок, по которым Краснодар строился с 2012 года. Оказалось, что больше половины этих проектов не обеспечены социальными объектами и транспортной инфраструктурой. 60% планировок города, 60% коллеги, больше половины, не отвечает градостроительным нормативам. Но куда мы строим? И куда мы строили? Мы не имеем права, еще раз подчеркиваю, в рамках такой вахханалии безобразия, иначе не скажешь, продолжать строительство Краснодара. Не имеем права. Это преступление, если ходите перед будущими поколениями. Преступление. Мы подготовили... 60% Павел Павлович, то есть сегодня мы в состоянии изменить так генплан, чтобы еще успеть хоть как-то, я понимаю, хоть как-то сделать жизнь в этих микрорайонах, вот в этих 60%, но хоть как-то более-менее комфортно. Мы подготовили карту, то есть и подготовили вот такой аналитический отчет по каждому проекту планировки, который требует либо внесения изменений, если он находится в составе реализации, либо, значит, полной отмены, так как многие проекты планировок утверждены в санитарных зонах, что также недопустимо. Некоторые из них реализованы полноценно, и, конечно, в данном случае уже это та градостроительная ошибка, которую достаточно сложно исправлять. То, что пытаются исправить сейчас, должно остаться на десятилетия. В предыдущий генплан, к примеру, за 6 лет внесли больше 400 изменений. В таких условиях сложно говорить о перспективном развитии города. Поэтому правила, которые примут сейчас, должны стать постоянной основой для Краснодара в будущем. Все максимально приложили усилия, в первую очередь, по предоставлению информации. Сколько необходимо зеленых зон, сколько у нас количества детей, количество миграционных потоков, которые проистекают. Нам необходим был, в первую очередь, коллеги, взгляд со стороны. Но не просто со стороны, а взгляд в будущее города Краснодара. Уже через месяц проект нового генерального плана столицы Кубани вынесут на публичные обсуждения. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочи укрепляет отношения с турецкими коллегами. Основные направления – это организация совместных деловых миссий и межвузовское сотрудничество. Эти вопросы глава Сочи обсудил на встрече с генеральным консулом Турции в Новороссийске Фыратом Бояром. В Сочи города Турции имеют давнюю историю сотрудничества. Так, в 1991 году наш курорт и турецкий Трабзон стали городами-побратимами. Помимо этого, в рамках Перекрестного года культуры и туризма в Турции и России проходил ряд совместных мероприятий. Интересным опытом стало проведение на базах СГУ и Черноморского технического университета в Трабзоне двухлетней научно-практической конференции. Кроме того, между Сочинским госуниверситетом и университетом Агденис в Анталии налажен обмен студентами. Фырат Бояр подчеркнул, что опыт межвузовского партнерства необходимо развивать и в дальнейшем. Алексей Копайгородский, в свою очередь, предложил расширить сферу взаимодействия. Мы дорожим отношениями, нашей дружбой, очень серьезной. Не так давно была встреча наших лидеров, которые приняли серьезные решения во благо всего мира. Для нас это очень важно и мы очень рады, что это все проходит на площадке города Сочи. Для презентации сочинской продукции на турецком рынке предложено организовать совместные деловые миссии. Фырат Бояр поддержал эту инициативу. Представители торгово-промышленной палаты в ближайшее время подготовят пакет предложений. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Полтора миллиона рублей под один процент годовых или пять миллионов под шесть процентов годовых. Такие условия предлагает предпринимателям фонд микрофинансирования Краснодарского края. Это некоммерческая организация и ее основная задача не получение прибыли, а создание благоприятных условий для ведения бизнеса. В Сочи проводником между уместными предпринимателями и фондом микрофинансирования края стал городской центр поддержки предпринимательства. В основном начинающие бизнесмены сталкиваются с проблемой отсутствия стартового капитала, развивающие уже готовое дело предприниматели с необходимостью модернизации и внедрения инноваций. Все это требует серьезных вложений. Фонд за счет снижения дополнительных банковских расходов способствует развитию предпринимательства на территории края. Эта структура создана в рамках краевой целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства и финансируется за счет краевого и федерального бюджетов. В фонде у заемщика отсутствуют дополнительные расходы, такие как оценка залогового обеспечения, комиссия при выдаче микрозайма, страхование. Кубанский фонд микрофинансирования выдает деньги бизнесу по 13 программам. Если предпринимателю необходима финансовая поддержка, мы действительно сотрудничаем с фондом микрофинансирования Краснодарского края. Основной целью фонда является выдача микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в Краснодарском крае. Максимальная сумма микрозайма – это 5 миллионов рублей и срок кредита до 3 лет. Если предпринимателю необходима данная поддержка, он может обратиться к нам. Соответственно, мы предоставляем пакет документов, которые необходимы для получения микрозайма. Мы помогаем заполнить анкеты, то есть заявителя, поручителя, залогодателя и так далее, которые необходимы. И также мы рассчитываем график погашения данного микрозайма. Поэтому, если необходима помощь, да, конечно, мы ее оказываем. Выдает, конечно, микрозайм фонд, но оказать содействие в заполнении документов – да, мы это делаем. На данный момент выдано уже микрозаймов на сумму 22 миллиона рублей. Это предприниматели города Сочи получили данные микрозаймы на такую сумму. А это за 2019 год, то есть с января по октябрь. Различные сферы, то есть это и сфера торговли, сфера услуг, да, ну, в основном пользуются спросом программа «Бизнес-инвест» и «Бизнес-оборот». На самом деле есть программы, да, на развитие сельского хозяйства, есть программы на развитие инновационной деятельности. А вот существует программа «Старт», которая поддерживает предпринимателей, которые зарегистрировали, вот только зарегистрировали свой бизнес, да, и он существует от одного месяца до 12. То есть там более пониженная процентная ставка, 5,5%, ну, и срок кредита до двух лет. На самом деле, да, многие программы востребованы. Если сравнивать с процентной ставкой, которую, да, наши банки предлагают, то, конечно, предприниматели на льготных условиях намного проще. А есть программы, в которых вообще предоставлен льготный период погашения, это 6 месяцев, да, где предприниматель уплачивает первые 6 месяцев только проценты. То есть на самом деле это очень удобно, ну, если это деньги на развитие, да, и очень сложная вот финансовая ситуация, то, конечно, через фонд намного удобнее. Не финансовую, но тоже помощь предпринимателям оказывает и сам Центр поддержки предпринимательства города Сочи. Центр поддержки предпринимательства города Сочи для предпринимателей, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в городе Сочи, мы осуществляем в рамках поддержки все виды консультаций, да, то есть это бухгалтерские и юридические консультации. Мы проводим семинары информационно-консультационные, в основном семинары у нас направлены на любые изменения в законодательстве, да, на более актуальные темы для предпринимателей. Мы приглашаем к участию в данных семинарах представителей фискальных и контролирующих органов, да, то есть это представители налоговой, пенсионного фонда, прокуратуры, социальной защиты. Вот, поэтому если возникает какой-либо вопрос по ведению бизнеса и развитию поддержки, то, в принципе, наши специалисты готовы проконсультировать. Для Краснодарского края развитие предпринимательства имеет огромное значение. Оно напрямую влияет на снижение безработицы и увеличение объемов налоговых отчислений и, соответственно, наполняемость краевого бюджета. Кубань занимает третье место в России по числу индивидуальных предпринимателей, а в целом по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства четвертое. Но этого недостаточно. До 2024 года в сфере малого и среднего предпринимательства должно быть задействовано более 1 миллиона человек. Для ее достижения в крае применяется комплексный подход, где фонд микрофинансирования берет на себя роль финансовой опоры предпринимателя. Мы решили воспользоваться микрофинансированием для того, чтобы быстрее воплотить в жизни все свои проекты. Потому что в период сегодняшней глобализации мы стремительно развиваемся и, соответственно, нуждаемся в дополнительной поддержке. Условия довольно-таки выгодные – 6% годовых. Это процент гораздо ниже банковских ставок. Поэтому считаю, что сотрудничество с фондом поддержки очень выгодно для предпринимателей. Являюсь учредителем компании «Финансы и права», которая оказывает услуги в области юридических и финансовых сопровождения организаций. Средства мы хотим потратить на развитие, так скажем, образования, определенные курсы. Предложения фонда микрофинансирования поделены по сферам бизнеса. Для фермеров, сельхозкооперативов, ремесленников, промышленников, отельеров, сферы торговли. В Сочи начал работу «Бизнес-инкубатор». Это программа доведения бизнес-идей от разработки до финансового результата. Он запущен в рамках проекта «Цитрус» – Центра трудоустройства студентов и молодежного предпринимательства. В роли наставника выступают опытные бизнесмены, а в роли слушателей – начинающие предприниматели. В первом потоке собралось 45 человек. Их разбили на три группы. Занятия проходят раз в неделю. Причем совершенно бесплатно. Всего за курс стартаперам предлагается шесть мастер-классов. За это время начинающие предприниматели могут проверить свои идеи на практике, скорректировать и реализовать свои проекты. Это программа доведения бизнеса до коммерческого результата. Если это стартап, то мы его проверяем на... Вернее, не мы проверяем, а наши наставники помогают участнику проверить данную какую-то идею на ее жизнеспособность. Она за период обучения проверяется и доводится до коммерческого результата. Очень много к нам пришло ребят, которые с действующими бизнесами, на самом деле, это вполне серьезные, интересные проекты, которые уже работают не один год. И они пришли для того, чтобы найти точки роста и для того, чтобы свой бизнес сделать более эффективным и результативным. Ну, моментально больше денег, чтобы было. В отличие именно нашего бизнес-инкубатора от других, которые я видел, в том, что у нас наставники – это бизнесмены. Значит, у нас наставников, теоретиков, преподавателей нет. Они все прошли жесткий отбор. Именно каждый на текущий момент имеет действующий бизнес. Действующий бизнес какой-то понятный. Это твердый бизнес, это какие-то магазины, это цеха. То есть это что-то, куда можно приехать и посмотреть. Это где есть люди, коллективы, где наставники, они действительно являются руководителями, руководят множеством людей. И данные бизнес-проекты у них не единственные и не первые. Они были запущены с ноля, без привлечения каких-то субсидий и так далее. То есть это люди, чистые предприниматели, эффективные, результативные, со своими когда-то взлетными падениями. И на данный момент очень эффективные в своей деятельности. К другим новостям. В Сочинском парке «Ривьера» демонтировали почти треть торговых павильонов и рекламных конструкций. Объекты, которые не украшали территорию, начали сносить в октябре по поручению главы города Алексея Копайгородского. В зоне отдыха хотят вернуть ее исторический облик. «Ривьера» была основана больше века назад известным купцом Василием Хлудовым. Парк площадью почти 15 гектаров имеет статус памятника культуры регионального значения. На данном этапе уже проинвентаризированы все объекты движимого и недвижимого имущества, которые расположены в парке. Определяется их юридическая судьба дальнейшая. Кроме того, совместно с парком уже нами определена организация, которая будет заниматься разработкой эскизного проекта, рабочего проекта. Так скажем, выработкой единой концепции развития парка. Эскизный проект будет готов в будущий весной. Известно, что в новую концепцию развития парка не вписывается, в частности, музей инопланетян. Его разбирают на доске. Уже бесследно исчез выставочный павильон «Арктика». А от сада бабочек остались только бамбуковые поручни. Всего под снос пошли 70 объектов. Руководство «Ривьеры» расторгло соглашение и с фотографами животных. Попугаев, обезьян и львят, замученных вниманием туристов, здесь больше не встретят. Будет произведен целый ряд изменений. Это коснется и замены павильонов, и замены многих действующих аттракционных комплексов. Появятся детские зоны, появятся игровые площадки, совершенно бесплатные. Хочу успокоить горожан, что у нас абсолютно все сохраняется в том же режиме, вход бесплатный. В планах также реставрация зеленого театра, который расположен в границах зеленой зоны. После ремонта на летней эстраде будут проходить не только концерты известных исполнителей, но и киносеансы под открытым небом. Реконструкцию «Ривьеры» будут проводить поэтапно, чтобы она не мешала гостям парка. В Сочи выбрали «Воспитателя года», а сегодня состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства. В конкурсе «Воспитатель года» приняли участие 30 педагогов детских садов. На первом этапе участники представляли свой методический опыт и презентовали видеоролик о практической деятельности. На втором этапе, в который вышло 15 воспитателей, нужно было провести занятия с незнакомыми детьми. Сегодня финалы шесть финалисток. Конкурсантки презентовали свои самые успешные проекты. Один из них – это театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы раскрываем таких детей и помогаем их адаптироваться в социуме, в будущем. И, как правило, детки от нас выходят уверены в себе, они не боятся общаться. И самое важное в нашем проекте – то, что дети норма учатся сопровождать таких детей. Они им помогают. И в первую очередь, конечно же, учатся толерантности, чего сейчас очень не хватает в нашем мире. В целом, конкурс направлен на развитие творческой деятельности воспитателей, а еще повышение престижа профессии. Это один из ресурсов повышения квалификации наших педагогов. Это точка роста для любого педагога. Мы же не только свой опыт демонстрировали, мы еще и обогащаемся опытом своих коллег. Возможность подготовиться достойно, возможность проанализировать свою деятельность, презентовать ее – это немаловажно. В итоге воспитателем года в Сочи стала Алла Сарян – воспитатель 67-го детского сада. Она представила коллегам свой телевизионный проект, в рамках которого воспитанники Аллы Антоновны в свои три года пробуют себя в роли журналистов. Теперь победитель городского конкурса будет представлять Сочи на краевом этапе. Сочинцев приглашают на лекцию о профилактике сахарного диабета. Мероприятие пройдет в четверг, 14 ноября в 14 часов в Центральной библиотеке на улице Чайковского. Лекцию прочитают специалисты Центра медицинской профилактики. После этого состоится опрос для выявления факторов риска развития сахарного диабета. Вход для всех свободный. В Сочи представят весь блеск Азии. Международный фестиваль в парке науки и искусства «Сириус» продолжается двумя яркими театрализованными шоу. Их покажет Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал». Концерты театра «Байкал» пройдут в рамках фестиваля балета и танца, при этом продолжат тему Азии. Зрители увидят национальный корейский женский танец с кинжалами, китайский танец с перьями, танцы Будды и шаманов, услышат китайские песни и индонезийские распевы. Это полноценные этнические шоу, созданные на самом высоком профессиональном уровне. 15 ноября программа «Блеск Азии». Это экзотические танцы и песни народов Азии, созданные на основе традиционной и современной хореографии. Это 500 роскошных костюмов и головных уборов, специально сшитых на заказ в разных странах Азии. Концертная программа «Моя Бурятия» 16 ноября вобрала в себя все самое лучшее, чем богата самобытная культура древнего народа Восточной Сибири. Старинные обрядовые и стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, знаменитое горловое пение, авторские народные музыкальные композиции. Начало концертов в парке науки и искусства «Сириус» и 15 и 16 ноября в 19.30. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й, кнопки и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешиа. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск